МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня разговариваем о ситуации с пожарами и о завершившейся операции «Жилье». Давайте начнем со статистики. Какова она за прошлый год и за первые месяцы 2020-го? Сергей Александрович. За 2019 год зарегистрировано 1498 выездов, из них 26 пожары, на ликвидации последствий ДТП 19, ложная срабатывание сигнализации 31, ложный вызов 59, оказание помощи населению 29, короткое замыкание 13, подгорание пищи 14, спасено людей 18, погибло людей 0, травмирован один человек, спасено единицы техники 2 единицы. Это 2019 год. И текущий год с начала 2020 года. Зарегистрировано 228 выездов, из них 6 пожары, ложная срабатывание сигнализации 29, ложный вызов 5, оказание помощи населению 13, короткое замыкание 3, подгорание пищи 4. Остальные выезда связаны с занятиями и с деятельностью 12-й пожарной части. Сергей Александрович, я всегда задаю этот вопрос. Какова тенденция? Пожаров становится больше, меньше или приблизительно на одном и том же уровне? Если сравнивать количество пожаров 2019-2018 года, будет снижение на 10 пожаров. Какова роль профилактической работы в этом? Профилактика, это огромное имеет значение, в частности, с работой с населением, чтобы граждане знали правила пожарной безопасности, противопожарного режима и соблюдали их. Чтобы эксплуатировали правильно электронагревательные приборы, бытовую технику. Также не допускали занесения источников огня в жилые здания. Этот вопрос взять, если даже курение. Потому что у нас граждане зачастую не соблюдают законодательство и курят в неустановленных местах. При проведении операции жилье это было тоже видно и заметно. Потому что в подъездах и запах дыма бывает, и пепельницы. И удивляет какая-то халатная безответственность у граждан в этом случае. В частности, взять из курса первоначальной подготовки пожарного. Для возникновения огня и пожара необходимы три условия. Это вещество горючее, кислород, окислитель, воздух и источник огня. То есть вот у нас в городе большое количество зданий низкой степени огнестойкости. И те граждане, которые курят в данных домах, все три условия в одной едином могут совпасть и может произойти возгорание с дальнейшим развитием пожара. Для граждан, которые проживают в деревянном жилом фонде и еще какие-то требования, необходимые условия соблюдать, не сомневаюсь, что о них вы рассказывали в ходе как раз-таки прошедшей операции жилье. Владимир Юрьевич, как она прошла? У нас проинструктирована под роспись 2427 человек. Распространено полторы тысячи памяток о мерах пожарной безопасности в жиле. Проведено два рейда по местам проживания семьи в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, лиц ведущих, антисоциальный образ жизни. И также ряд комплексных мероприятий на объектах Ренпурнефтегаза, на которых также проинструктировано 1106 человек. За момент проведения профилактической операции было привлечено к административной ответственности одно юридическое лицо, одно должностное лицо и шесть граждан. В принципе, об этом мы говорим каждый год, то есть это жильцы, которые у нас проживают в деревянных жилых домах. Каждый год говорим одно и то же, каждый год повторяем. В принципе, есть люди, которые адекватно реагируют, которые пытаются какие-то мероприятия устранить, которые не допустили нарушения. Ну вот хотелось бы привести один пример. Недавно у нас произошел пожар в шестом микрорайоне в свайном пространстве жилого дома, то есть это было бывшее общежитие. То есть в прямом смысле этого слова, то есть граждане, проживающие в данном жилом доме, устроили, можно сказать, свалку ненужных вещей. Вот лишь благодаря тому, что рано обнаружили пожар, вовремя сообщили, подразделения приехали, ликвидировали данные возгорания. Но если бы это было поздно ночью, и когда мы зашли туда, посмотрели в цукуль, там хранится резина. Про горючие материалы я молчу. Канистры с бензином. Если бы это все загорелось, вы представляете, что бы случилось с этим дома? В связи с этим вопросом, вот было чрезвычайное происшествие на самом деле для деревянного дома. Какие-то меры реагирования были предприняты? Может быть, осмотрели все цокольные этажи, если можно так говорить, межсвойное пространство? Сейчас у нас будет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где мы будем подводить итоги данной операции. То есть отдел надзорной деятельности будет предложено администрации города Губкинского, в частности по обслуживающим организациям. Эти обслуживающие организации, в принципе, по своим договорным отношениям с гражданами, которые они заключают договоры, они обязаны осматривать раз в квартал, как минимум, места общего пользования, где свайное пространство тоже входит. Но, к сожалению, юридические лица данные не слишком ответственно относятся к своей работе, к договорным отношениям. То есть и вот на этой комиссии по чрезвычайным ситуациям будет предложено данным организациям в течение месяца проверить все дома, за которые они отвечают. В письменной форме отчитаться. И, соответственно, если какие-то будут проблемы с гражданами, то есть мы всегда готовы принять заявление, обращение, будем уже реагировать мы. Я хочу сказать, что не понаслышке знаю ситуацию. На самом деле, зачастую, я не могу ручаться за всех, но управляющим компаниям неинтересно этим заниматься. Некоторое время назад в ставе рейдов общественных таких от «Единой России», мы обходили дома в деревянном исполнении, вот элементарные закрытые чердаки и подвальные помещения, это не соблюдается. Поэтому здесь, мне кажется, управляющая компания тоже знала в том числе о существовании такого склада вещей. Что можно предложить делать самим горожанам? Как контролировать ситуацию? Соседям быть внимательны. Ну, гражданам что можно посоветовать? В первую очередь, конечно же, обратиться в свою обслуживающую организацию, если они, скажем так, не могут заметить, либо не хотят заметить данные нарушения. Обратиться в свою обслуживающую организацию с заявлением, что у нас открыт чердак, у нас подвал. Если же обслуживающая организация не реагирует, соответственно, писать уже заявление в отдел надзорной деятельности. И, быть может, благодаря административной ответственности юридические лица могут начнуть действовать в данном направлении. Ну, тут же надо понимать, что административные штрафы не будут платить за счет средств тех же собственников? Ну, можно опять же обратить внимание на то, что есть договорные отношения между этим юридическим лицом и гражданам, которые не соблюдаются. И опять же, граждане могут дополнительно подать в суд. Они же платят все-таки деньги за обслуживание дома, которые в общей сложности не исполняются. Все, конечно, можно понять, что у юридических лиц этих, может быть, не хватает людей, не хватает техники. Но свою работу необходимо выполнять это в любом случае. Тем более, когда это касается здоровья, жизни граждан, которые проживают в данном здании. А вот вы сказали, 6 штрафов налождают, да? Или 6 административных штрафов, да, на гражданских лиц. А что это за нарушения? Ну, в частности, это захламление путей эвакуации, нарушение правил устройства, электрооборудования. Это есть и курение. Ну, то есть, в принципе, различные нарушения, которые в комплексе, опять же, повторюсь, могут привести к возникновению пожара. Угу. Насколько я понимаю, профилактическая работа операцией жилье не ограничивается. Это были рейды в течение месяца, но они в течение года продолжатся, правильно? Конечно. Наши сотрудники, они постоянно работают по профилактике пожаров в жилом фонде. То есть, ну, это одна из частей, скажем так, это заявление граждан или организации, или администрации города о нарушении требований. Это профилактические рейды какие-то. То есть, в течение года у нас не бывает такого, чтобы жилой сектор мы не захватывали. Угу. Давайте вернемся к работе пожарных непосредственно. Сергей Александрович, вы назвали сумасшедшую цифру 1498 выездов в прошлом году. Да. Я так понимаю, что достаточно часто по ложным срабатыванием сигнализации выезжают пожарные. И вообще, какова роль извещателей, которые сейчас в некоторых домах Губкинского устанавливаются, насколько оперативнее оповещение пожарных происходит? Чтобы не пугать вас такой большой цифрой, здесь большое количество включено выезда на пожарно-стровую подготовку, на учения пожарных. То есть, я как уже пояснил, выезда связаны с деятельностью пожарной части. Что касается пожарных извещателей, для чего он необходим? Пожарный извещатель необходим для своевременного передачи информации о возгорании в пожарную часть. То есть, чем раньше мы получаем информацию о возгорании, быстрее мы прибываем к месту вызова, и у нас больше шансов пожар остановить в том размере, в каком он был на момент прибытия. Чем опасно позднее сообщение о пожаре? Как правило, это праздничные дни. У нас народ, когда празднует, зачастую ближе к утру, когда уже бдительность граждан снижается, в случае возникновения пожара, пожар может быть просто своевременно не обнаружен, и пожар может распространиться и принять уже большие размеры и со всеми печальными последствиями. Для этого пожарные извещатели устанавливаются, для того, чтобы своевременно информировать пожарную охрану. В домах, где проживают представители льготных категорий, пожарные извещатели бесплатно устанавливали специалисты управления ГОИЧС. Но ведь сам пожарный извещатель – это недорогое удовольствие, которое может позволить себе любой житель города, так? Сейчас администрация города в большинстве жилых домов, которые бывшие общежития, то есть раньше у нас были установлены автоматические пожарные сигнализации, но в связи с тем, что общежития у нас сейчас переведены в статус жилого дома по законодательству Российской Федерации, то есть в жилых домах установки автоматической пожарной сигнализации необязательны. Но администрация решила, что дома с низкой степенью огнестойкостью и восстановили данные автоматические системы. Но опять же, не все граждане это понимают, но они знают, что у них сейчас восстановили систему автоматической пожарной сигнализации. Эти домовые извещатели реагируют на дым. Но опять же, возвращаемся к тому же курению. Люди курят, несмотря на то, что по коридору бегают маленькие детки. Это поднимается, это дым, срабатывает автоматическая пожарная сигнализация. Приезжает подразделение пожарной охраны. Человек покурил, затушил, ушел себе в комнату, сигнализация кричит. У некоторых людей паника, соответственно, когда они слышат данные звуки. Ну, соответственно, приезжаем, вызов ложный. Кого мы сейчас найдем? Да никого мы не найдем. Ну, безответственность у некоторых граждан все-таки присутствует. И автономные пожарные извещатели, которые непосредственно были установлены многодетным, малосемейным, в трудной жизненной ситуации. То есть, это уже несмотря, то есть, бывшие пшежития, не бывшие. То есть, опять же, суть этих датчиков в чем? То есть, при обнаружении пожара, этот датчик, он не передает куда-либо сигнал. Он начинает громко, скажем так, кричать. Ну, есть еще плюс к этому датчики с GPS-устройством, то есть, которые при сработке туда сбиваются номера, скажем, EDDS, собственнику, там, второму собственнику и в пожарную охрану. Этот датчик уже пересылает сигнал непосредственно способом GSM по всем этим номерам, которые туда были записаны. И, соответственно, уже подразделения также приезжают. Опять же, повторюсь, учитывая то, что у нас жилые дома низкой степени огнестойкости, они очень старые дома. Как многие при возникновении пожара могли видеть, то есть, огонь распространяется в них очень быстро. Поэтому, чем у нас более оснащены жилые дома, либо автоматической системой, либо автономной системой, то есть, опять же, повторюсь, это снижает время обнаружения пожара. И больше шансов у подразделений пожарной охраны вовремя прибыть и ликвидировать этот очаг возгорания, не дать ему распространиться на весь дом. Приобрести автономный, централизованный, наверное, вряд ли кто-то будет приобретать. Конечно, для этого он справит. Тем не менее, автономный или вот то, о чем мы говорили, чтобы сигнал передавал хотя бы собственнику и в пожарную охрану, это можно организовать самостоятельно? Это, конечно, можно. Вот я конкретно по ценам сейчас затрудню всем сказать. Но, в принципе, простой автоматический пожарный завещатель без GSM-модуля стоит порядка 300-500 рублей. То есть, что сейчас такое 300-500 рублей? Ну, 5 банок молока, скажем так, да? Ну, с GPS, ну, это, конечно, он там чуть больше 1000 рублей стоит. Но, опять же, вы вложили 1000 рублей в этот извещатель, и у вас есть возможность сохранить свое жилье, в котором у вас, ну, скажем так, лежат миллионы, да? Вложили вы свою квартиру. Хотелось бы дополнить коллегу, помимо материальных затрат на установку пожарной сигнализации и сохранение жилищного фонда, самое главное, я считаю, это сохранение человеческой жизни. И вспомнил один пожар, который произошел 23 февраля 2019 года по адресу 7-й микроэн, дом номер 54, в 6.34 утра. Тот пожар был успешно потушен, дом был сохранен. После, когда я проводил разбор пожара с сотрудниками, с одним сотрудником мы уже где-то через неделю выехали на место этого пожара, возле этого дома, разбирали действия дежурного караула по тушению пожара. И я наблюдал такую картину. То есть пожар был в первом подъезде, со второго подъезда вышла женщина, дочку вывела на улицу, проводила погулять, и сама закурила сигарету, было прохладно, и она, так сказать, зашла в подъезд, но открыла дверь и курила. На что я сделал замечание. Я вышел, сказал, я говорю, вот, девушка, вот жизнь у вас ничему не учит. Грубо говоря, неделю назад мы спасли ваш дом, дом деревянный у вас, и вы курите. То есть, и тот же вопрос, что делать гражданам, чтобы сохранить свой жилищный фонд. Ну, во-первых, нужно начать с себя и не складировать, как вот коллега сказал, под лестничными клетками, там, всякие канистры, резину. И, как я вот уже говорил по поводу курения. Они курят, и везде курят. В зданиях капитальное исполнение, в зданиях деревянное исполнение. То, что они нарушают федеральный закон номер 15, от 23 февраля 2013 года, об охране здоровья граждан, это одно, конечно, но то, что они заносят источники огня в жилые дома, и подвергают неоправданному риску не только себя, но и детей, и других людей, кто живут в этом доме. Сергей Александрович, я уточню, речь идет о запрете курения в местах общего пользования или в квартирах тоже? В квартирах это частная собственность. Люди своей частной собственностью распоряжаются по своему, так сказать, ведому. Но, тем не менее, если будет возгорание, будет пожар, и будет установлено, что причиной данного пожара было именно курение, то тогда дальше уже из-за степени тяжести степень юной может перейти из административной в уголовную. Спасибо, уже могу сказать, за то, что ответили на наши вопросы. Я хочу еще раз подчеркнуть, что пожарные безопасности нужно помнить абсолютно всегда, а не только в момент проведения операции «Жилье». И у вас есть возможность обратиться к населению? Хотелось бы обратиться к гражданам. Во-первых, соблюдать правила противопожарного режима, не ставить личный транспорт возле пожарных гидрантов, чтобы в случае поступивших сообщений или возгораний мы могли свободно устанавливать пожарные автомобили на пожарные гидранты и забирать воду в целях тушения пожара. Также хочу обратиться ко всем людям, которые курят и не соблюдают правила противопожарного режима, чтобы они этого не делали. Вся та работа, которая проводится отделом надзором деятельности, пожарной частью, администрацией города, это, конечно, в первую очередь направлено на вашу безопасность. Если вы не будете нам помогать усовершенствовать безопасность нашего города, то, конечно же, мы не добьемся больших результатов в этом отношении. В принципе, хорошим показателем у нас был 2019 год. Еще раз повторюсь, у нас было снижение на 10 пожаров. Для нашего города это, в принципе, неплохо. Была проведена большая работа с гражданами в профилактике пожаров. Помогайте нам сделать наш город безопаснее, и я думаю, у нас все будет хорошо в городе. У отдела надзорной деятельности главная цель – предупредить или все-таки и наказать тоже? А то, знаете, говорят, что если связано с какими-то надзорными органами, есть какой-то план, сколько их нужно наказать. Нет, я скажу так. Надзор – это не говорит о том, что мы должны надзирать. Мы должны указывать в первую очередь, как правильно себя вести. И всегда при любых профилактических мероприятиях, даже если человек допустил какое-либо нарушение, если человек адекватный, он, по крайней мере, понимает, что он, да, нарушил закон, то есть мы этого человека предупреждаем всегда. Для нас штрафы – это не так важно. Для нас главное, чтобы до человека дошло, что ну как нужно делать правильно. Понятно. Еще раз спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, вам спасибо за внимание. Увидимся на телеканале «Вектор».